Тинкер-Зевс, да, но Тинкер-Зевс не умеете, Тинкер-Зевс не умеете тоже. Ну, если просто, вот смотри, у них есть бист, под биста Тинкер. Идеально. Да, и Тинси играют с Тинкером. У тебя тогда какой-нибудь сэв сразу будет залетать. Мы видели сэв как раз-таки от команды E-Home, как вообще этот Тинкер происходит. Ты его ловишь, ну, сыграешь, играешь из-за этот билд, Блинк, БКБ, Трвала, Аганим, и ты вносишь, ну, и потом линку собираешь ещё, чтобы тебе там бестмастер не станел. Ну, или пораньше линку собираешь, или просто выносишь этого Тинкера в драке. Тинкер опасно пикать сейчас, и его надо пикать намного позже. Ну, пятый, пятый, Тинкер это исключительно пятый пик. А его там могут и забанить. Ну, пока справа всё симпатичнее. Ну, намного лучше становится. Пока там ТБ. Ну, там ТБ речь, и ТБ под щитом будет сложно. Нужен убийца ТБ, и это не Рубен. Ну, на самом деле, зная, как вообще Playstyle и ТНС, насколько они агрессивны, как они агрессивно играют вначале, Астром будет очень сложно. Мне вот слева пик больше нравится. Опять этот Свен появляется. У тебя просто будут идти и нюкать, 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 нюкать. Тебе этого ТБ просто не дадут формить где-либо. Свен снова вызывает вопросы. Зачем? Зачем он нужен? Странно. Он жадный. Это саппорт, ну, видимо, четвёрка, да? Я так и не могу пока осознать. Титан по всем параметрам лучше. По всем параметрам лучше. Против кого? И команды, которые находятся сверху, допустим, вот у нас там были, ну, в сетке Венеров, Сикреты, Ехоумы, некоторые из этих команд вообще забирают его на ФП, да. Просто на ФП забирают. С этим Титаном обрезаешь, на самом деле, вот смотри, если ты берёшь Титана на ферст пик, против тебя уже вот задумываются брать, если честно, ответный пик, дабл пик. Кто-то, кто-то плюс ТБ. Ну да. Задумываются, потому что там уже Титан есть. И будут своего кора как раз таки отодвигать на четвёртый, пятый пик. Не будут сразу его забирать, поэтому очень зря недооценивают как раз-таки Келдер. Вот Мор заходит сочно, потому что, опять же, есть Свен, и что он сделает Морфу? Допустим, у Морфа там волна, допустим, у него линка. Его заставить очень сложно. Если он будет за ним бегать по драке, он просто сделает волну и улетит. И проблемы с контролем большие. Лич мы как контроль не рассматриваем, потому что это Лич, пятая позиция. Он там подойдёт, давать Синистр Гейс, и Морф просто проказ закидывает. Минус Лич. Поэтому пока слева всё смотрится намного лучше. Не, вообще Морф – это очень яркий герой против ТБ, плюс ко всему. Он в него превращается, он использует формулу. Рефлекшн. Рефлекшн на самого ТБ, он делает иллюзии. Короче, очень сильно всё. Дарксир. Вот Дарксир может спасти ситуацию тем, что они со Свеном пойдут сноуболить на сложную. Довольно-таки неприятная линия. Два миличника под щитами. И Морфу некомфортно. Как бы он… Морфу очень… Морфу мид может пойти вообще. Морфу очень комфортно против этой линии стоять. Почему? Потому что у него огромное количество урона, и он сразу расстреливает этого курипа, на котором висит щит. Ну не, я бы не сказал, что прям очень комфортно. Там не так комфортно. Там два щитка, просто набегает Свен с Дарксиром. Ну да, такое. Типа, знаешь, у него очень много урона, когда у него очень мало хп, и там тебя щит съедает. Все равно его не убьют на этой лине. Морфу будет ставить фармить, просто реген себе побольше принесет. Но вот этот пик Дарксира, под чего он… Забайнили Пугну, возьмут Тинкера. Ты всегда пытаешься под комбинацию Дарксира пикнуть. Где здесь комбинация? Молоток Свена – это слабая штука. Это очень слабая комбинация, а так в принципе не работает. У тебя даже топ коллективы, у которых супер тимплей, они прям круто там ввязают. Если Свен купит быстрый блинк, то возможно они там что-то будут делать, но у нас сейчас такая мета, что блинки даже на Тайтхантерах не покупают, что тут говорить о Свене. Ну это четверка, где он возьмет быстрый блинк-то. Он будет… Владимир, получается, комбинации пока нет вообще. Так, Тинни, Тинни, Суппорт или Миддл? Я думаю, Суппорт. Я почти уверен, что они Тинкер возьмут. Как бы пик на Тинкера… Тинкер прям вот все к нему предусловит. Он, да, он полностью предрасположен, и ТБ там вообще не будет вывозить. Они еще и Пугну забанили, как бы. Ну да. Да. То есть Дарксир до Тинкера не доберется. На щит щита вообще поровну. Стан Свена, ну станом Свена Тинкера очень трудно поймать. Надо Хускары банить, скорее всего, Астром. Или самим его забирать, потому что у них пик. Да ладно, это Хускары, если честно. Вот типа Астром, по-моему, Хускары не так страшно. У них как раз-таки хорошая физика. Ну, короче, у них хороший такой, знаешь, локдаун дэмэдж есть. Мужицкий пик. Ну, у них много дэмэджа. Типа этот Хускар просто будет побирать в лицо. Минус ДК плюс Пак. Пак. Ну, кстати, это, знаешь, такой потенциальная комба в будущем. Ну, комба под Дарксир. Ну, в будущем. С Аганимом, понимаешь? Ух, прям. Ну, ты представь. Да нет, ну, в принципе, и без Аганима, ну, вообще так. Нет, без Аганима там можно просто БКБ нажать и убежать. А вот с Аганимом прям сочно, сочно. Ну, в мидгейме. Ну, да. Сильная комба в мидгейме. Да, очень сильная. До БКБ как бы она сильная и без Аганима, а с БКБ она как бы ничего такого. АТБ стоит сзади, расстреливает, взяв, допустим, возможный талант на Митумофозу. Ну, короче, на самом деле Пак мне более-менее. Ну, да, и Тинкера, если что, он найдет. Я бы Хускара брал бы. Можно. Можно, нужно даже. В принципе, можно. Очень мало, ну, как бы физики маловато. Ну, не маловато физики. ТБ его расстреливают, но у тебя ты, пока будешь Хускаром заниматься, Тиморфис под ветром не зайдет. В общем, сейчас это не суть важна физика, не физика, у него уже резиста больше нет. Там просто, я к тому, что, ну, он эту штуку нажимает вот эту вот. Ну, да. Нажимает. И все у него нормально. Иреген высокий. Я к тому, что он может Худ собрать, может собрать БКБ, кстати, Тинкера, им даже поровну на Пака. В общем. Ну, не сказать, что Пак прям мега-контра Тинкера. Ну, не особо. Он неплох против Тинкера, но не то, чтобы… Тинкеры должны здесь его носить. Ну, слева Лейтова, да, то есть справа Дарксир Пак, если игра сильно затянется, эти два героя просто не выводят. Красиво, но… С одной стороны, вообще, Пак он такой, он интересный, он крут в мидгейме, в таком, ну, в начале мидгейма, когда он туда заплывает, он довольно сильный. Он очень плохой вот там, где БКБ только появились, и он опять очень крутой, если в глубокий лейт уходит, когда 5-секундное БКБ, а у него 420 голды в минуту этот талант. Агонин. Он начинает обрастать предметами. Теорию у него Дарком 5. У нас, знаете, какая теория с хвостом была? Вот Пак, когда он не собирает Дагон, он хорош. Так, ребята… А как только начинает собирать Дагон, он сразу проигрывает. Нам надо сделать наши предикты. Тинси. Да, Тинси. А я, пожалуй, бахну, с вашего позволения, на Астр. Можно? Можно. Ну и балда. Ну вот. Игра, я думаю, уже начинается, поэтому нам нужно потихоньку переходить в нее. Но перед этим, перед этим я хочу напомнить вам, что, значит, если хочешь получить подарки от Акс, используй промокод. И ты получишь, например, чтобы получить пену, нужно использовать промокод АксАтакс. А чтобы триммер, find your magic. Вот так вот. Акс дарит вам подарки, но комментировать игру для вас будут друг и форс им и слово. Спасибо большое. Снова студия аналитики. Для вас работает друг и форс его друг. Готовы посмотреть за последний БО-1 на сегодня. Последнем матче на вылет. Вот этом в рамках БО-1. Сегодня матчей на вылет больше не будет, потому что дальше будет играть верхняя сеточка. Там ребята в комфортной ситуации. Они уже в полуфинале винеров. И все для них складывается круто. Ну а здесь вот эта мясорубочка за последний слот в уходящий поезд. Кто протиснется? То ли Астер, который очень неуверенно провели группу. То ли Тин Си, у которых просветов было куда больше, чем у своих китайских оппонентов. Наконец-то кто-то вспомнил про морфлинга. Ну кроме Сикрет. Вот он Террор Блейд. Сайлор будет играть на нем. Но вот против морфлинга не так-то просто на самом деле. Будет по игре этому персонажу. Бестмастер отправляется на бот у команды Тин Си. И вообще, кстати, я вот только хотел сказать, да, противостояние морфлинга и Дарк Сира. Дарк Сира одного из моих любимых героев на данный момент. Морф не так-то уж и плохо на линии против Дарк Сира. У морфа есть огромный просто урон руками. И он этих крипов, которые под шелом давят, он их быстро убивает очень. И я помню игру, когда старые еще Инвиктус Гейминг с Бёрнингом играли. Как там Бёрнинг, в общем-то, на этом морфинге уничтожал вообще Дарк Сиров. Было знатно. Было знатно. Вот жаль, что сейчас мы этого не увидим. Потому что Бестмастер будет стоять против Дарк Сира, судя по всему. А вообще, Дарк Сир, по идее, должен неплохо стоять против Бестмастера. Однако вчера мы видели, как Дарк Сир уж слишком сильно проиграл линию Бестуга. Слишком сильно. Это как раз, по-моему, было в противостоянии то ли Хомфнатик, то ли… Я что-то уже не помню. Ну, в общем… Ты не поверишь, я тоже. Да. Бестмастер телепортировался на Тир-1 вышку в бот. Это значит то, что он уже не сможет свапнуться лайнами. И это позволяет Дарк Сиру телепортироваться в топ, соответственно, и стоять линию против морфа. Но, повторюсь, играть Дарк Сиром против морфа… Ну, как бы, морфу не так уж и сложно, на мой взгляд. На мой взгляд. Ну, посмотрим сейчас. Учитывая, что немножко другая мета, не такая, как раньше, не такая, как год назад, как два назад. Тут у нас появляются уже саппорт Свены и всякие Сулумитные с профи. Пытаются пробить Габи. Это то, о чем говорил Смайл. Крипов-то ты убиваешь… Нет, не Смайл. По-моему, Лост. Да, это Лост. Лост говорил, что вы два милишника набрасываете щит не на крипов, а на себя и идете давить. Тем более, это саппорт с позиции Силы, у него много здоровья, у него нормально брони на старте, 4 плюс щиток. И морф он не так сильно пробивает Свена. Если Свена мазать щитом, то он может напрячь. Его-то морф не щелкнет, как Крипчика. Вообще, в принципе, если ты хочешь доминировать на линии, желательно щиты вешать на четверку и на себя. Потому что, если ты вешаешь щиты на крипов, и линия, ну, как-то, вжимается. То есть, ты получаешь экспу, ты получаешь какие-то Лост-киты, но огромную часть крипов ты пропускаешь, потому что враг их Денайт начинает под твоими щитами, и при этом он вжимается в вышку. И если это какой-то рейнджовик, пускай и такой слабый рейнджовик с низким радиусом атаки, как морф, но он все равно там не так много урона получает, он там крипов Лост-кит плюс-минус неплохо за счет большого урона. И, ну, не так это эффективно. А вот когда вы на героев вешаете щиты, вы можете зайти за крипов, пока они там друг с другом попадаются. Линии не так сильно пушатся. В общем, много плюсов есть. Каждый матчап имеет свои особенности. Но вот конкретно в данный момент, да, выгодно кидать на Свена. Свен заходит за крипов, отгоняет этого морфа. Если линия пушится, можно отпуливать. Кстати, Рубик очень грамотно делает нинджи буги. Мешает отвести крипов. В итоге морф подкачивается пока что. Да, и линия тоже держит неплохо. Тут триплой стоят. Оставили бестмастера одного. Бестмастер, конечно, как такой самостоятельный персонаж, достаточно силен. Он может, если что, кабаном там отпулить или там каких-то крипов вывести. Короче, как-то по-хитрому сыграть. Но давать ему фармить там, конечно, астрам нельзя. Пассивно. Очень пассивно все получается. Не могут сделать фраг. Бубоков еще и притормаживает немного Габи. Но не заберут ни одного, ни другого. Я бы ушел с этой линии камеры. Спасибо большое. Посмотрим, как у Сайлора дела. Пока лучший крипсат на карте. 15 на 5. И против него бест терпит. 8-0. Но так и должно было быть. Он против даблы все-таки стоит. Еще и райор рискует погибнуть. Форму включил. Поверил уже Сайлор, что фраг сделает. И бест по деревьям. Я смотрю, судя по хп, уже фласку использовал. Все, его упустили из виду. Но ФБ, скорее всего, будет здесь. Кто первый? XXS. Первым делает убийство. С щитом дожег нинжа буги. И потом фраг достался Габи. Да, причем тут Астры играют 2x3. То есть они на такой линии умудряются еще и какие-то фраги делать. Причем это был Ферресплат. Конечно же, выгодный размен для команды из Китая. Сайлор вместе с Финриром атакуют Кабана. Кабанов убивать. Это вообще самая простая возможность выиграть бестмастера. Просто убивай Кабанов ему постоянно. Фокуси их. И будет плюс голда, плюс эспа. И в итоге ты линию выиграешь 100%. Там же и птичка дает опыта какой-то. Птичка дает сумасшедшее количество опыта. А то ли 75. Ну, короче, много. И ее тяжело убить. Потому что Кэрри не будет на эту птицу отвлекаться. Птица, как правило, блочит спаун. Если ты на харде играешь бестмастера. Ну и плюс на нее нужен трусайд. Так, эксцентрик там надо поставить. Нужен еще один трусайд. Велф. Плохо. Иксексесу в топе. Его гоняют три героя. Бубоко пытается подзонить Тини. На нем исчезает Шелла. И он дамажит довольно-таки неплохо. Иксексес на паузе. Ой, как красиво было. Реально на паузе выдержал. Дождался. Когда все встречаются в деревья. Вернулся. Бубоко. Должны забрать. Но кор. Персонаж уходит. Иксексес. Хардлейнер. Фармящий персонаж. Не должен был никак погибнуть. Ну, пока все круто. Наверху. Делают фраги. Морф фармит. У морфа 24. Да. 13. Он идет. С учетом денаев. Он идет так же, как террорблейд. Может даже немножко. Хорошо бы, конечно, Сайлору как-то. Хоть одну баунти руну забрать. Да. Он забивает на пачку крипов. Идет просто подбирать свой баунтос. Здесь не кидает по боку стану. Мог бы попробовать. Три руны должны забрать сейчас Тинси. Солринг появляется у Тинкера. У Тинкера пока никаких проблем с паком не возникает на центре. Он отлично стоит. У него хороший ласкид. Да, пак чуть-чуть побольше имеет крипов. Но это не так страшно. Да, показывают нам возможные стаки для Армала. Там пока что только сильный спаун застакан один раз. Ну, видишь, Тинкеру просто некому помочь. Да, у него трипла в топе. Он не может этим сморгить. Попытка забрать по боку. По боку откидывается спеллами. Пытается сейчас пройти здесь поближе к вышке. Но хороший теги блок от Тинни. И очередной фраг для Гэби. Да, да, разгоняют как могут морфа. И фраги оставляют. Видно, это было что. Стараются. Работают на своего мейнкерри. Это разумно. 34 на 9. Тем временем у Сайлора все комфортно. Райор его никак не напрягает. Он фармит лес, фармит линию, фармит кабанов. Все это дело видим прекрасно. Сейчас Райор начнет напрягать Сайлора. Если Лич не придет сюда, Сайлору будет тяжело стоять. Один на один. Бестмастер выносит тераплейды вот таким вот образом. Но там, конечно, можно во время метаморфозы наполучать стык много и потерять все здоровье. Но там все-таки есть уже хедреска, хапориген какой-никакой. Можно переждать метаморфозу и снова вот постоянно кабанами атаковать соперника. Хаста оставляет ее для пака. Очень нагло играть. И не здесь. Получит сейчас Койл. Скорее всего погибнет. Ну, дешевый фраг, конечно. Позиция 4 умирает сейчас. Команда ТНС плюс. Втроем набросились. Астер. А значит, золота получает не так много. Ну, все. Дарксир свой соло ринг, скорее всего, нафармил. Может теперь просто вешать щитки и... Ну, уж как-нибудь, то он точно будет фармить. Уж как-нибудь. По поводу, кстати, владмирсов вот этих на Дарксирах. Популярные артефакты тоже. В принципе, владмирс сейчас, наверное, является самым вообще популярным слотом, который только в доте существует. Он появляется в любой игре так или иначе. Либо на хардлейнере, либо на четверке. Там иногда даже кэри позволяют себе. Например, фантомка, которая играет с магом в команде, вполне может купить себе владмирс. Почему бы нет. Вот, XXS, если владмирс покупать не станет сам, он может его делать с бестмастера. Он ставит стенку, стягивает туда беста и получает очень две приятные ауры. И для террорблейда приятную, и для пака, и для себя самого тоже. Вот линия завершилась за счет фрагов. Видим, что старая лейнинга завершилась для ТБ. Он в лесочек отправляется понемногу. А видим, что ранний этап игры за Морфом. В экономике на 400 монет. Конечно, он три фрага сделал. Три фрага. Оба героя добивали крипов отлично, но Морфом умудрялся еще и персонажей ласт хитить. Ну, ТБ останется в лесу или... Ну, вообще-то, пачку забрал, вернулся, забрал на линии, протолкнул, вернулся обратно в лес. Учитывая популярность Дарксира, которую, в принципе, было легко спрогнозировать, я удивлен. Почему никто не берет спиритбрейкеры? Настолько сумасшедшая связка. Она очень мобильная. Ты на спиритбрейкере играешь рядом с Дарксиром, дожидаешься момента, получаешь на себя Shell плюс Surge, и на чарже просто из одной точки карты в другую лечишь за 3-4 секунды. На квалах это было. На квалах использовали и в СНГ квалификациях, и в Европе. Как-то все равно не очень удачно. Я вспоминаю вот эти вот игры, где был спиритбрейкер плюс Дарксир. Некоторые СНГ команды, кажется, там даже Gambit играли подобной связкой. Еще старым своим составом подобной связкой играли. У них как-то не очень хорошо получалось. Но сейчас, мне кажется, должно заехать. Не знаю, что мне придает такой верности. Я думаю, если это и правда настолько действенно, насколько ты говоришь, то в плей-офф не должно быть. Нет, это правда очень действенно. Просто вот других четверок используют. Если есть туск, берут туск. Понятно, это, наверное, все-таки лучше. Эрспирит тоже, скорее всего, смотрится лучше, чем спиритбрейкер. Потому что эрспирит, он просто многофункциональный. Он может и сайланс дать, и дэмэдж очень хороший, и нанести магический. И в лейте очень силен. Разные билды на него существуют. Вот я смотрю, и как-то и СВН хорошо смотрится под стяжку, массовое оглушение. Тоже получше, наверное, чем спиритбрейкер будет. Да, спиритбрейкер может быстро перемещаться. Просто все герои разные. У нас там в Твиттере небольшой такой скандал разгорелся. Я решил немножко пошутить. По поводу? По поводу Nature's Profit'ов с Crimson Guard'ами. Это все еще вот эти горения? Да, 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 да. И там подключились. И Гостик подключился, и Арсик подключился. Все там спорят друг с другом. Смайл там налево и направо раздает твиты. Но в действительности все герои разные. И все билды разные. Скажем так, они для разных целей предназначены. И некоторые люди привыкли просто играть. Да, определенными билдами, определенными стратегиями. Это все, я к тому говорю, там, насчет СВН или Спиритбрейкера. Кому-то просто удобнее играть СВНом, понимаешь? Напали на бисмастера. Бисмастера, скорее всего, заберут. Его прям всей толпой решили убить. А что, надо вышку тогда, да, забирать? Насколько я понимаю. Сайлер не мог же просто так нажать метаморфозу. Потому что, ну, забирали. И без того забирали без ста. Ну, видимо, да. Видимо, попробует еще вышечку толкнуть. Если придут герои, он не постесняется отступить. Я думаю, не сильно расстроится, если не заберет эту вышку вот прямо здесь и прямо сейчас. Пойдет лес подпорник, не страшно. Есть травала уже у Тинкера. Тинкер, кстати, может прилететь на базу, забрать травала и продануться в бот. Похоже, что будут не просто давить, а забирать вышку. Даже драку постараются провести Тинни. Сайленс получает. Сейчас будет еще и оглушение от Бобоки. Бобока оттягивается немного назад под вышками. Террорблейд тем временем расстреливает тавер. Тавер забрали. Игроки команды Dyer, но потеряли мидера в размен на эту вышку. Террорблейд не подключался. И заберут еще и Бобоку. Он просто пушил тавер. То есть он не может подключиться туда, где оказался пак. Пак оказался прямо за вышкой, под спамом машинок. Видим мы то, что Тинкер на две с половиной минуты купил травала быстрее. Вот это, кстати, статистика хорошая. Потому что Тинкер в любой ситуации первым слотом так или иначе покупает травала. Ну, сначала соулд ринг, потом травала. Любой Тинкер так собирается. Тинкер с травалами антимакс. Это как раз показательная статистика. Полезная показательная статистика на две с половиной минуты раньше. Это говорит о том, что пак мид все-таки не очень хорошо отстоял. Попытка забрать Рубика. Рубик с пятого уровня будет умирать. Да, пак восьмого уровня. А Тинкер, если я не ошибаюсь, уровень одиннадцать, кажется. Двенадцать. Двенадцать. Ну вот. И теперь можно уже судить, насколько не очень хорошо отстоял пак. Двух героев смогли Астра забрать. Такая ситуация уже немножечко несбалансированная. То есть стадия лайнинга закончилась. В боте пак подрался. Там он умер. А Тинкер в боте не умер. Соответственно, и разница в XP и в золоте увеличилась серьезно. И пак столько не фармит, сколько это делает Тинкер. Тоже будем откровенны. Он может имеет возможность летать везде. И линия, и лес. И все это дело зафармливает. Золото, экспириенс, артефакты. У пака нет такой опции. Ну, это видно и планы от Ворса. Полторы тысячи пак отстоял. Кстати, что заставило команду Астар пикнуть этого пака? У них не было ласт пика как-то. Но этот герой не совсем универсальный. Ой-ой-ой. Морф плохо. Морф не успел включить перекачку. Но вот сейчас прожимает стики, активирует перекачечку и на вейформе уходит. Да. Стики, которые тебе половину хп восстанавливают. Половину. И обратная сторона есть. Ты чуть не умер за мгновение от саппортов. Мы просто его пытались убить. Поэтому, наверное, там не было шансов. Остроном будь еще хотя бы один герой. Вообще любой. Неважно. Удалось бы Марфа убить. Вейл появляется у пака. Хорошая штука. Все скиллы пака наносят магический урон. Поэтому вейл в него нельзя кстати посмотреть. Вышечку. Хотят забрать. По боку вернули назад. Праймурор. Ну, это вроде бы саппорта. С другой стороны, это все-таки Свен. И если его не убить... Все равно и быстро. Понимаешь? Да. Свен может очень много полезного для своей команды. В дальнейшей драке сделать. Ищит дать. И оглушение массовое. Поэтому раз уже начали, да. Раз уже дэмэдж вносите в него, то стоит давить. Когда ты в меньшинстве лет, тебе уже не хочется эту вывешку дэфать. Там вот летят машинки тинкера. И впятером-то туда не особо, понимаешь, хочется заходить. Ну да. А когда у тебя еще и героя нет, ты вообще прям не хочешь. Не хочешь туда сражаться, готов эту вышку отдать. Довольно серьезное преимущество. 13 с половиной тысяч на тринадцать... Ой, боже. На тринадцатой с половиной минуте четыре тысячи золота. Довольно ощутимая разница. Тинси могут попытаться играть чуть агрессивнее. Сейчас тинкер купит себе... Что у него? Шесть пятьсот, да? Травала. Сол ринг. То есть у него даггер уже должен быть. Правильно я понимаю? Должен быть. Ну, там дальше аганимы, в общем-то, можно зажимать. Моркнингу тоже можно помаленьку включаться в игру. У Тинси сейчас драфт просто-напросто сильнее. В хорошей позиции, если они встанут. Будут забирать вышки под машинками, да. Будут там какие-то легкие приковы делать. Они вполне могут и внешних товаров все поломать. И Рошана забрать может очень хорош для этих целей. Если он маску купит. Поэтому хороший дэм. Ну, у них бестмастер есть. О чем еще может быть речь? Да, маска у него есть. Он готовится линку убрать. Смок от команды Астер. Они идут без террорблейда в надежде поймать, конечно же, тинкера. Хотелось бы поймать, но поймать его не так-то просто. Тинкер играет аккуратно. Причем раньше немного это сделали ТНС. Выход на Сайлора потенциально готовится. Выходят в район Сайлора. Смок не спадает. Сайлор оставляет иллюзию. Чувствует. Все прекрасно чувствует. Понимает, что где-то рядом ни скан не нажимали, ничего. Астер не тратили. Просто понял и отошел оттуда, от этих крипов. Ушел в дополнительный лес вниз. Там тоже крипы. За них дают столько же денег. И при этом еще поближе к команде и безопаснее. XXS потратил вакуум для того, чтобы поломать деревья. Но вакуум первого уровня очень высокий кулдаун имеет. Если завяжется какая-то драка, он не сможет на стенку стянуть героя. Будет плохо. О, а, вот он только даггер у тинкера. Что ж он там накупил-то такого. Линза может на него есть. Увидим. Ну, то есть травола, соул ринг, даггер и там еще какой-то все-таки нетерс остается. Можно сейчас на тинкер. Ба, ботал, ботал, все. Ботал два нуля, тогда понятно. Идут убивать Рошана. Гэби вместе с Райором. Бьют. Дэмэджи более чем достаточные. Есть линка у Мордлинга. Его очень сложно здесь какими-то таргет спелами собрать. Но вот сайланс пака, если будет у пака Блинг, Блинг, Вейл, Сайланс, Рва и Морф просыпется. Морфу нужно будет осторожно очень играть. Когда у него не будет Аейкс. У него есть Аейкс, он может играть наград. Понятно. А Морф хочет Этериал собрать. Хорошая штука, да. Пушка очень полезная. В последнее время я почти не вижу вот этих статовых. Через Энжи Яшу, через Драгон Лэнс. Это всегда вопрос количества фарма. Если ты имеешь супер много фарма, как это сейчас с Гэби происходит. У твоего Мизера все в порядке. У твоего Хард Лейнера вроде бы как идет игра нормальная. Я понимаю, когда не надо подбираться. То есть ты можешь купить Этериал. Этериал это хоть и магический ДПС в первую очередь, но даже в сверх лейте, когда ты уже захочешь себе купить там Скади, там Сатаник какой-то, может быть там бабочку. Этериал все равно будет полезен. Им можно убивать. Им можно сейвить. Им можно, ну в конце концов, урон весьма неплохой наносить. Ты агильщик. Ты агильщик. В конце концов, все добавляет тебе демаджи. А со скоростью атаки Морфа все скалируется достаточно серьезненько. Хитро идут ТНС, хотят поймать одного из героев. Видят Бобоку сейчас, но хочется конечно кого-то поинтереснее. Бобоку это саппорт. Вот он стоит, что-то фармит, да и собственно бог с ним. Пусть качается. Еще и саппорт на полторы тысячи хп. Если там, например, два брасера есть, то порядка полутора тысяч. У Свена. Да ты его убьешь, он еще там выкупится, блин, прилетит вы еще драку. Ты его еще и не убьешь. Он включит щит, бросит, отбросит. Да, вот там, пожалуйста, два брасера и 1500 хп. Как знал. Первый раз же такое вижу. Отбросится еще молотком и убежит в деревья. А вы три дурачка будете стоять под Т2 вышкой. Ну и вот он сделает. Вот он Алинза там еще. Кастренж на десятом уровне у Тинкера, если я не ошибаюсь. На 9 минут быстрее Алинка у Морфа. Причем это не какая-то там, знаешь, голая Алинка. Он все-таки Маску себе купил. Раньше просто, я помню, Маску не особо любили на Морфе. То есть там прям брали быструю линкенсферу. Ты покупаешь себе Эперсеверанс. Это тебе и хп реген, и мана реген. Но у Морфа все-таки очень высокая атака. И скорость атаки хорошая. И сам по себе урон хороший белый. Поэтому Маска на нем смотрится ну прям отлично. То есть она чуть подешевле стала. Поэтому тут как бы сам Айсфрог подсказывает. Если ты на Морфе играешь, возьми, возьми эту Маску. Будет проще фармить, проще толкать линии. Рошана можно будет собрать. Т2 вышка защищена уже Астрами. Они стоят со спины. И в случае, если Габи будет подходить, готовы менять драку. Они могут попробовать там подраться. Но мне кажется, что эта позиция не из лучших. Бестмастер парочку птиц развесит. Будет хороший Вижен. У Морфа есть Аегис. У Тини появился блин. Об этом правда Астров еще не знают. Т2 вышка. Неужели так просто можно отдавать строение у себя под базой? Спам машины. Понимаешь, спам машины. Тут очень сложно драться, когда Тинкер приходит и помогает своей команде тем, что по этой логике и под Т3 будет сложно драться. У соперника нет такого хорошего обзора, даже с птицами. Может этого обзора не будет некра. Тот вешается на вышку. Тянется время. Потихонечку, слушай, может они правда сломают тут? Сейчас спамят машины. Понимает пак то, что соперник не шутит. Приходится. Можно резко выбить Аегис. Сейчас активируется калиф, но пак не испортил. Точка крипчика вспушилась, вышка почти упала. Мне кажется, с психологической точки зрения так работает на команду. Они смотрят, но Т2 это последний редут у тебя перед базой. Его не дефают, а дают совершенно бесплатно. Значит и Т3 дадут. Тинкс играет нагло. Максимально, правильно. Астры вынуждены сейчас активировать. И мне кажется, Тинкс сейчас это поймут. Вообще никого нет на базе. Все, просто встречать. Просто реально встречать. Пошел Свен. Прыгают за Тинни. Дают Сайленс. Тинни, по-моему, переживает Сайленс. Можно уже насыпать. И можно даже тосать. Эволендж в двух героях. Тос туда же. Чайник Клича полетел. Хорошая, в принципе, стенка по нескольким героям. Но они в рассыпную. Габи отходит. Отходит также Нинджа Буги. Мор все еще жив. И очень опасен. Забрали Свена. Забрали Дарксира. Сайлар в метаморфозе. Но не подстрадали основные персонажи. Разве что Бестмастер. Но, опять же, потратив Праймал Руор. Сейчас переждут форму. Прокаст, по крайней мере, Дрим Койл был потрачен. И Чайник был потрачен. Уже не так страшно драться. Нет метаморфозы. Скоро, точнее, не будет метаморфозы. Нет стенки Дарксира. И ТНС, в принципе, могут забрать. Бот попытаться, если они хотят. Но они могут и не рисковать. Они забрали эту тревышку. Могут разрушить Шрайны. Там просто Аегис пропадает уже с секунды на секунду. Аморф бьет. Аморф бьет. Морф Шрайн уже ломал. Сломал почти. Не идут защищаться. Вот конец Аегиса. Показывают. Тинкер. Это движение. Тинкера, да. По карте. Интересно. Ничего особо. Любопытного нет. Тинкер летает на травалах. Он практически везде бывает. Не особо не двигается в той локации, куда прилетел. Ну, плюс-минус. Даггер туда, даггер обратно. И спам бесконечный. Свен. С потенциальным выходом в пайп, безусловно. Пайп есть уже один у Дарксира. Но когда ты играешь против Этериала и Тинкера, наверное, лишний пайп пригодится. Ну да. Худ собрал. Парень и очень близко Этериал. Очень близко. Калинкубки. Пайп Террор Блейд. Ну что ж, интересно. Это, конечно, спасает его от рора в некоторых ситуациях. Но там много других таргет спеллопы. На самом-то деле самая большая проблема для Террор Блейд это не Рор. Самая большая проблема это ракетки и прокаст с Этериала. Линка немножко спасает от прокаста с Этериала. Потому что либо Этериала, либо Этепти входит в линку. Но вот от машинок не шибко спасает. И от ракет тоже не шибко спасает. Аганим появляется на Рубика. Нападают на Рубика. Рубик дает ответный Дримхойл. А Пак может уйти? Не может. Он даже не может в шифт уйти. Ну, в шифт понятно. Но вот на арпу он уходит, как я вижу. Угу. Обменялись любезностями. Команды. Будут дофармливать Этериал скорее всего. Марпа. Очень много фарма. Террор Блейд не сильно отстает. Но Террор Блейда нет в команде такого мощного мизера. У него вот есть пак, который может дать позицию какую-то хорошую Дримхойлом. Но Тинкер вроде бы как-то посерьезней смотрится. Особенно с Аганимом. То есть он резко становится полезным против Террор Блейда со своим новым лазером аганимным с ракетками. Морф. Четырнадцатый уровень. Почти пятнадцатый. Почти. 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 Выходит в бот ТНС. Готовятся ловить. А вот. А тут может попасться лично. Лично слабый герой. У него мало дадут золота и экспы. У Смоук спадает. Должен упасть. А вот так получился. Тридцать секунд не будет лича. Крипы далеко. Можно было бы добрать милишный барак, если бы крипы были бы близко. Потому что лич он вешает фротшилд на барак и мешает пушить. Морф дюрэйшн. Можно было бы сказать, что так между делом все равно забрали лича, глобально ничего на него не потратив. Но это был потраченный Смоук. Хотелось цель пожирнее найти. Откройся фрагом по паку или по террорблейду. Идеально было бы все и можно было бы идти пушить. Пока просто зажимают соперника на базе. 10к перефарм со стороны филиппинского коллектива. ТНС себя чувствует хорошо. И если обратить внимание на графики, на тенденцию. Графики вниз не направлялись. Немножко темп могли сбавить ТНС. Местами там перегруппироваться. Еще чем-то заняться, закупиться. Но графики постоянно ползут вверх. И Астер вообще ничего пока не предлагают. Никакого сопротивления не оказывают. И хочу заметить. Астер, который при своем появлении вызвали у всех восторг. Ну по крайней мере в русскоязычном комьюнити. Развивалась с известными людьми. И теория о том, что ну очень крутой будет коллектив. А на этом мажоре коллектив просто сыпется. Живет Сайлор. Живет до последнего. А последний еще и с Сандером продолжает. Быстренько справились с бестмастером. Сайлор под лазером. Никого толком не бьет. Ракеты летят в него. Ну нечем уже спасаться. Еще и насыпает камней на спину Террорблейду. Террорблейд под атакой Тимса. Тимс не знает куда идти. Кого зацепить. Бросает свою иллюзию. И Тос. Не свою точнее а чужую иллюзию. И Тосом добивает ТБ. А Габи уже на базе соперника. С какой руной? С руной резолюшена. Руна имени Романа Фоминка. Ух. Ну перифарм. Просто перифарм. Наличие артефактов нужных. Своевременно. Тинкер с аганимом. Казалось, вы сделали все как бы Астры правильно. Там пережил Террорблейд первичную атаку. Успел дать Сандер. Быстро убили бестмастера. Позиция плюс-минус такая неплохая была у команд Астров. Но все равно этот тинкер, но он слишком мешает. Невозможно без Тимбара на Террорблейде играть нормально против Террорблейда. А уже аутов все меньше и меньше. Тинкер не торопятся. Они забирают эту тревышку на центре. На самом деле можно было бы еще и бараки в миде забрать, потому что нет стенки, нет Террорблейда. У Террорблейда нет метаморфозы. Ну зачем? Зачем это делать, когда можно все-таки отойти, перегруппироваться? Весьма вероятно, что скоро заспавнится Рошан. Если ты проиграешь тимфайт прямо здесь и прямо сейчас, соперник может пойти и забрать второго Рошана. А оно тебе надо? Оно тебе не надо. Лучше отойти, все-таки аккуратненько, спокойненько, методично дофармить нужные вещи, забрать второго Рошана и просто завершить эту игру и пройти дальше. Тем более, это немножко не та стадия турнира, где хочется где-то там... Да, ёллы, рисковать. Да, все-таки был один встреч на вылет. Поэтому тут нужно играть максимально осторожно, максимально аккуратно. Довольно высокий шанс на победу, согласно Dota 2+, у команды TNC в данный момент. Слушай, а кто являлся вообще фаворитом в данной встрече, TNC или Aster? Потому что у нас три предыдущих матча закончились победой андердогов, можно даже так сказать. На TNC показали что-то в группе. Мне кажется, TNC, скорее всего, Aster... Вы являлись фаворитами. Да, потому что... То есть это, по сути, первый такой вполне предсказуемый матч. Может быть, а Aster слишком беззубо провели групповую стадию. И... По-моему, они там 2-0... Ну, они с четвертого, если не ошибаюсь, упали. Да, у них там 0-2-0-2 или 1-2-0-2. В общем, из четырех карт... Ну, из пяти карт сыгранных они только одну смогли выиграть. TNC поувереннее немного смотрелись. TNC... Тем более, команда, которая играет долго вместе. Ну, вот, за исключением замены, да, Rayora. Эти ребята, ну, не первый месяц катают вместе. И, не знаю, как по мне, чем свежее коллектив, тем больше вероятность того, что пока еще они не готовы. Вот. Особенно, если это не там супергранды, а... Там почти 20 тысяч, посмотри, по золоту. Да. И Morph с БКБшкой теперь его пак не напугает. У него и Aegis, и Black King Bar. Да, я просто не представляю, как Aster будут сейчас сражаться. Просто не представляю. У них появился на DarkSiri Blink вот разве что дать суперкрутую комбу под вакуум и стенку. И туда желательно стан. Туда желательно вообще все. И чай, и станы, и рефлекшн, и сайланс, и арпу. Все туда надо вкинуть. Это позволит победить в тимфайте. Если этого сделать не получится, то я думаю, что Tinker Smart просто всех перестреляют. Смоук активирует. Не хотят нападать в лоб, хотят как-то неожиданно выйти в атаку. Видят террор бейда, может это байт какой-то. Он использует манту. DarkSiri готовится... Спили лингу. Примал Рор. Ой-ой-ой. Ну это очень простенько. Ну Сайлер успевает использовать в итоге на райором ультимейт. Потому что под БКБ был Габи. Его трогать не было возможности. И Габи пошел дальше. За XXS. XXS на Сёрджи. Уходит. Адаптив страйк в спину. XXS живет. Никого никто не убил. На базе соперника Габи развлекается в форме пака. За Т4 забрасывает арбы. Ну ждет, ждет, когда враг появится хотя бы в поле зрения, что на него можно было прыгнуть. Габи избивает. Бараки в центре. Надо бы напасть. А как ты нападешь? Ракеты в бесконечном количестве летают. Лазеры. Это машинок еще здесь нет на спамленных. Форма хорошая по террорблейдам. Была прожата. И стяжка под стенку получилась. Тоже качественная Рубика забрали. Габи поднимается. У Габи, напомню, есть БКБ и Линкенсфера. Поэтому Габи... Да. Минус ХП для Тинника. Но Тинник пока еще живет. Ну и Морф. БКБ и Линка. БКБ и Линка. Эти вещи не были прожаты. Стенка стоит. Стенку, скорее всего, будут переживать. И без Рубика идти не хотят. Не кровопролитая драка. Но защитились. Морфа зарешал в данной ситуации. Икс-эксэс поставил стенку. Стенка очень сильная способность. Вот пока у Икс-эксэса нет ультимейта. Могут тинцы попытаться еще раз напасть. Дождаться Хекс на тинкере. У него там уже было 5200 золота, кажется. Что-то типа того на руках. Готовится покупать... Это что, Манки Кинг Бар у террорблейда? Ну а, ну понятно. Против Лазера хочет Манки Кинг Бар, да. Ну, это, конечно, правильно, что Monkey King Bar против лазера приобретать нужно. Вопрос просто, в какой очередности может сначала БКБ лучше будет? Ну, БКБ тоже против лазера неплохо смотрится. Ну, БКБ тоже против лазера неплохо просто. И нормально у тебя, никаких промахов. БКБ заканчивается, а Monkey King Bar не заканчивается. Убили Лича пушкой. Габи тут работает, всё чётко. Лёгкий фраг для него. Но МКБ тебе дополнительных ХП не даёт и не позволяет выживать при прокасте Тингера. Это вот не очень минус. Но я думаю, если что, поменяет ещё решение. Потому что, ну, не такая ситуация, чтобы у вас были варианты... Как это называется? Варианты на ошибку Дрорблейда. Я пока не вижу шансов. Падает очень быстро всё. Заберут ли Свена? Варкрай был украден. Это не краденный Варкрай. Это Габи превращается в Свена и этот Варкрай кастует. Тут вообще, на самом деле... Нинджабуги, я говорю, украл на Рубике. Нинджабуги тоже Варкрай украл. А, у них два Варкрай. Два Варкрай, да? Ну тогда... Еще один Свенчик. Баланс, да, баланс. Еще один Варкрай. В команде просто два Рубика таких. Один превращается в героев, кастует их спела, а другой просто эти спела ворует. Забавно. Да, и Морф сейчас взял способность, которая позволяет ему превращаться в своих собственных тиммейтов. Что он будет делать? Он будет превращаться в Тинни. Брать ветку, превращаться обратно Морфа и уже раздавать сплэшинг. Ну и плюс по строениям тоже лупить как следует. Забавный такой билд у Тимса. Он следующим артефактом хочет приобрести Актарин, кажется. Сплитит пак по нижней стороне. Последняя сторона у Остер осталась. Они в одном шаге от поражения. А держит их в центре. Ты видишь, что происходит? Тимс тут не за что биться. Ну, нет целей, которые можно было бы спушить. И все равно стоит в центре, не выпускает крипов, чтобы линии давились, чтобы нижняя линия давилась, чтобы верхняя линия давилась. Но там есть пак. Он спрятался в деревьях и не пускает крипов, не позволяет им просто зайти на базу. Потому что нижняя лайн рано был спушен. И когда у вас Т4 будут бить крипы, вам уже будет не до дефа верхней стороны. Но стараются хоть как-то засплитать. Это хорошее решение от Астры. Они прекрасно понимают, как надо играть. Ну и линия пока оттолкнулась в сторону ТНС, нижняя. Поэтому здесь можно некоторое время провести Астрам. Тинни готов. Тинни готов прыгнуть и кого-то возможно даже выбросить на своих тиммейтов. Желательно Дарксира выбросить. Потому что если Дарксира не сможет дать хорошую стенку с вакуумом, то драку выиграть не получится у Астры. Просто не для того, чтобы даже его убить, а просто чтобы ему как-то помешать, сбить ему позицию. Как-то выкинуть его из безопасного места. Массовое оглушение еще есть у Ninja Buggy. Штормхаммер украден. Это тоже неплохо. Понемножечку, помаленечку ТНС заходит. Аккуратно бьют и вышку понемножку. Ну у них плюс-минус пару минут вот так осталось постоять. Потому что линия эта пушится. Сторона нижняя снесена и крипу уже на центре. Видишь, выкинули Дарксира. Может его даже убить смогут. Может, не убивать. Но можно через Этериал Габи это делает. Байбэк есть у Дарксира. Надо выкупаться. Игра будет просто проиграна без ДС. Нападают на Свена. Свена забрали. Габи использовал БКБ. Love Me Love You уходит под Т4 вышку. Все выкупились. Два байбэка заставили сделать врага. Сами прожали Блэкинг Бар на Морфлинг. Ампак не смог дать хороший прокаст. Он подцепил только Морфлинга. И то тот Блэкинг Бар нажал. У Тинкера уже очень серьезные слоты. Там он дальше готовится кекс покупать. Опять попытался Тинни выкинуть Дарксира. Ничего не получилось. Пытается его теперь забрать в ответ. Он кастует гост для того, чтобы жить. Пытается убить Террор Блэда. Здесь Террор Блэд очень мало здоровья умирает. И у него не будет формы сейчас. По-моему, стенка украдена была. И стенка была поставлена. Да. Украденная и поставленная стенка. Сайлор сам с собой приходится сражаться. Габи пошел дальше с XXS. После байбэка Террор Блэд может тоже погибнуть. Да, ТВ в хекс форме. Отправляется в таверну. Это Рэмпэдж. Это ГГ. Это унижение команды Астеры. Раньше это не назовешь. Команда, которая понимает, как нужно бороться с Террор Блэдами. Ты берешь Тинкера какого-то на мид. Ты берешь Морфлинга и у тебя, в принципе, все окно. Ну, это грамотно. Это грамотно. Морф против Террор Блэда. Но это как бы в учебнике по Доте написано. Если не написано, в любом случае, конспекты какие-то есть. Об этом говорили. Морф очень хорош против таких коров с модификаторами атаки. Он хорош против Гирокоптера за счет Хлопьяна. Он хорош против Террор Блэда со своей метаморфозой. Ну, в целом, это прописные истины. Все об этом знают. Ну, и прекрасно об этом знали Астер. Ну, эти ребята не первый, не то что год, не первое десятилетие, скорее всего, играют в Доту. И исполнители высочайшего уровня. XXS и Бубока. Просто легендарные уже, не побоюсь этого слова, игроки. Все это прекрасно знали, но видим чем... Бернинг, да, если не ошибаюсь, коуч их и основатель команды Астер. Ну, Бернинг. Да, по-моему, Бернинг. Я вот... Информацию, если что, НС поправит. НС знает всех олдов, потому что он сам олд. И эту информацию тоже обсудим. Ну, что ж, разогревочные матчи закончились. Впереди нас ждет самое интересное. Будут играть Virtus.pro, будут играть LGD, будут играть Secret, будут играть E-Home. Противостояние Запада и Востока в обоих матчах. Ну, а прежде чем мы посмотрим эти прекрасные игры, послушаем, что же нам расскажут аналитики.